С темой радиации связано много мифов и ложных представлений. Далеко не все знают, что же такое радиация и в чем проявляется ее действие, особенно учитывая тот факт, что радиацию не видно. И получается, каждый человек имеет какое-то представление о радиации, но точно не знает, как с ней бороться и вообще, что означает это слово. Когда говорят о радиации, имеют в виду ионизирующее излучение, благодаря которому возможно увидеть человека насквозь. Но, к сожалению, человечество не сразу поняло, насколько опасна радиация и как ее правильно использовать. Доказательствами тому служат такие исторические примеры, как шоколад и вода с радием, игровые детские наборы и косметика с радием. Сегодня ученые наконец-то смогли разобраться во вреде и пользе радиации и используют ее в промышленности, медицине, для стерилизации продуктов и в производстве электроэнергии. Давайте разбираться, какие же существуют мифы о радиации. Миф первый. Радиоактивные предметы всегда светятся. Правдивым этот миф можно считать лишь отчасти. При взаимодействии с краской примеси радиа могут вызывать легкое зеленое свечение. А вот соли урана вообще не светятся. Как правило, большинство людей узнали о свечении радиоактивных предметов из видеоигр и фильмов, но это не совсем верно. Примером свечения служат стрелки часов, которые изготавливали в 20-х годах 20 века. Чтобы стрелки часов светились в темноте, ради добавляли в краску на основе сульфида цинка и меди. Именно поэтому стрелки часов светились зеленым. И если у вас сохранились такие часы, то стрелки на них светятся до сих пор, и излучение от них все еще продолжается. В природе мы также можем встретиться с люминесценцией. Но у растений и светлячков свечение вовсе не связано с радиацией. Радиолюминесценция может возникнуть только при взаимодействии с другими веществами. Миф второй. Радиация полезна в малых дозах. При использовании радоновых ванн пациенты погружают в радоновую минеральную воду или используют воздух, который обогащают радоном-222. Но никаких подтвержденных научных данных нет о пользе радона-222. Многие связывают это с эффектом плацебо. Миф третий. Флюорография и рентген опасны. Главная опасность радиации состоит в количестве облучения и зависит от вида излучения. А рентген и флюорография подразумевают использование очень малых доз радиации. Вокруг Земли и людей формируется естественный радиационный фон. Это связано с радиоактивными веществами, которые находятся в почве, в воздухе, в воде, с космическим излучением, с производством ядерной энергии и многими другими. Настоящую опасность несут в себе лишь огромные дозы радиации, которые могут убить человека. А такие методы исследований организма, как рентген и компьютерная томография, несут в себе микронные части облучения, которые совсем не опасны для жизни. Миф четыре. С помощью алкоголя можно вывести радионуклиды из организма. Ученые по всему миру предупреждают, что любые крепкие алкогольные напитки не смогут помочь в борьбе с возможным воздействием радиации на организм в будущем. Но вот именно в момент контакта с облучением в небольшой степени алкоголь способен защитить от радиации, что подтверждается рядом исследований. Но подготовка заранее или спустя годы не даст никакого эффекта, кроме вреда для здоровья. Миф пять. У людей, постоянно подверженным радиации, вырабатывается иммунитет. Радиоактивное излучение действует абсолютно иначе, чем многие вирусы, которым может выработаться иммунитет. Ученые не проводили исследования на эту тему, и в научном мире практически никто не верит в возможность привыкания организма к радиоактивному излучению. Миф шесть. Человек, подвергшийся облучению, становится источником радиации. Человек, который получил дозу облучения, не становится излучателем радиации. А вот его одежда, на которую попали радиоактивные материалы, может нести опасность для окружающих. Именно поэтому такую одежду необходимо утилизировать. Только человека, в организм которого были введены радиоактивные препараты, можно назвать источником радиации, но совсем на короткое время. Ведь такие препараты быстро распадаются и не представляют угрозы для окружающих. Миф семь. Йод защищает от радиации. Йод не может защитить организм от действия радиации, но может немного помочь. Он накапливается в щитовидной железе. Когда происходит радиоактивный выброс, то на предметах и в воздухе находится большое количество радиоактивного йода-131. Наша щитовидная железа вбирает в себя любой йод, даже радиоактивный. Поэтому при выбросе радиации рекомендуется принимать йод для того, чтобы щитовидная железа получила все, что ей нужно, а радиоактивный йод мог выводиться из организма. О том, что необходимо принимать йод или другие препараты и витамины, должно сообщить МЧС. Миф восьмой. Радиация является причиной мутации. Благодаря фантастическим фильмам многие люди полагают, что радиация может вызвать в человеке суперспособности. На самом же деле воздействие радиации на организм может привести к мутациям, но совершенно другим. Поэтому новым супергероем человек не станет. Воздействие радиоактивного излучения способно повредить спирали ДНК. Довольно часто повреждения затрагивают одну нить, и тогда поврежденные участки замещаются нуклеотидами. А вот в случае, когда обе нити повреждены, генетическая информация утрачивается, что может привести к запуску механизма самоуничтожения клетки. Примерно по такому же принципу работает лучевая терапия для онкобольных пациентов. Даже раковые клетки начинают саморазрушаться, когда в них происходят серьезные структурные изменения. Но есть и другая сторона такой терапии, когда здоровая клетка может стать раковой, когда получает повреждения. Не стоит лишний раз беспокоиться, даже если вы забыли солнцезащитный крем. Находясь в тени, фоновая радиация не причинит вам серьезный вред. Ведь человек к ней привыкает. Но если вы находитесь в районе повышенной радиации или в жаркой стране, без должной защиты клетки эпителия могут повредиться, что в худшем случае может привести к развитию меланомы. Миф 9. От компьютера и телевизора исходит постоянное излучение. Если вы пользуетесь компьютером с жидкокристаллическим монитором, то вам нечего переживать. Ложное заблуждение возникло из-за надписи «Low Radiation», которую неверно перевели. Правильный перевод – низкий уровень излучения в случае с монитором электромагнитного. Но от старых мониторов с электролучевой трубкой на самом деле может исходить небольшое излучение. Миф 10. Радиация – дело рук человека. Во многом гибель людей и случаи радиоактивного загрязнения связаны с деятельностью человека. Поэтому многие полагают, что и радиация была создана людьми. Но это предположение неверно, и радиация связана с естественным происхождением. Она была всегда на нашей планете и будет после нас. Солнечные лучи являются тоже радиацией, которая проходит через фильтр нашей атмосферы. В более жарких странах, где солнечные лучи проходят прямо, радиационный фон более высокий, чем на полюсах. В космосе есть своя радиация, которая является высокоэнергетическими частицами – ионизирующими атомы. Они способны привести к структурным изменениям и к разрушению молекул нашего тела. В некоторых атомах ядра нестабильны, поэтому они могут перейти в стабильное состояние, излучая частицы. Так и получается альфа, бета и гамма излучения. Такие частицы везде, и именно поэтому на нашей планете существует естественный радиационный фон. Миф 11. Свинец защищает от радиации. Многие полагают, что свинец – единственный способ защиты от излучения. Некоторая доля правды здесь есть, но это не полностью верная информация. Существуют разные типы и виды излучения, при которых испускаются различные частицы. Не все такие частицы свинец способен задержать. Для некоторых он будет бесполезен и вовсе не нужен. К примеру, альфа-излучения довольно эффективно задерживаются тонкой тканью. Если вы будете в одежде и очках, радиация не сможет добраться до вашей кожи. И от этого облучения пострадать нельзя. Фольги будет достаточно для защиты от бета-излучений, имеющих более низкую ионизирующую способность. Гамма-излучение имеет небольшую ионизирующую способность, но проникающая способность у этого излучения самая высокая. Поэтому такое излучение считается самым опасным, ведь от него тяжело защититься. Именно от гамма-излучения может защитить свинец. Он будет более эффективен и сможет задержать больше частиц благодаря своей плотности. Но свинец нельзя считать волшебной защитой от радиации. Его слой должен быть достаточно толстым для защиты от серьезного излучения. Поэтому при строительстве бункеров и атомных станций используют максимально толстый слой бетона, который не такой токсичный, как свинец, и намного проще в эксплуатации и строительстве. Миф 12. Невозможно защититься от радиации в обычной жизни. Любой человек может обезопасить свою семью и себя, если приобретет такой прибор, как бытовой дозиметр. Он способен проверить помещение на радиационную частоту, проверить предметы и продукты питания на радиоактивность, проверить строительные и отделочные материалы, место для возведения здания и многое другое. Находясь под палящим солнцем, всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом. И при любой возможности прячьтесь в тень. Откажитесь от поездок в места радиационных испытаний и в места, где случились катастрофы. Как любой естественный фактор, окружающий нас, радиация имеет положительные и отрицательные стороны. Стоит грамотно использовать то, в чем радиация может помочь людям, не забывая про ее риски. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!